Лекция 5. Воспаление. Воспаление в ходе филогенеза имеет защитно-приспособительный характер и несет в себе элементы не только патологии, но и физиологии. Такое двойственное значение для организма воспаления – своеобразная ее особенность. Этиология воспаления. К биологическим причинам воспаления могут быть отнесены циркулирующие в крови антитела и иммунные комплексы, которые состоят из антигена, антител и компонентов комплимента. Причем антиген может быть не бактериальной, не микробной природой. К физическим факторам, вызывающим воспаление, относят лучевую электрическую энергию, высокие и низкие температуры, различного рода травмы. Химическими факторами воспаления могут быть различные химические вещества, токсины и яды. Развитие воспаления определяется не только воздействием того или иного этиологического фактора, но и особенностью реактивности организма. Выделяют пять классических признаков воспаления. Покраснение – рубр, припухлость – тумор, жар – колор, боль – долор и нарушение функции – функция леза. При воспалении присутствуют все пять признаков. Терминология и классификация воспаления В большинстве случаев наименование воспаления той или иной ткани принято составлять, прибавляя к латинскому или греческому названию органа или ткани, окончание «итис», а к русскому «ит». Так, воспаление плевры обозначают как плеврит, воспаление почки – нефрит, воспаление дёсен – гингивит и т.д. Воспаление некоторых органов имеет особое название. Так, воспаление зева называют ангиной, от греческого «анку» – это «душу», «сдавливаю». Воспаление лёгких пневмоний, воспаление ряда полостей со скоплением в них гноя эмпиемы, например, эмпиемы плевры или желчного пузыря. Гнойное воспаление волосяного фолликула с прилежащей сальной железой и тканями – фрункула и т.д. Патогенез и морфогенез воспаления. Воспаление может выражаться образованием микроскопического очага или обширного очага, иметь не только очаговый, но и диффузный характер. Иногда воспаление возникает в системе тканей. Тогда говорит о системных воспалительных поражениях, например, системные воскулиты. Иногда провести грань между локализованным и системным воспалительным процессом бывает трудно. Воспаление развивается на территории гистиона и складывается из следующих последовательно развивающихся фаз – альтерация, эксудация, пролиферация гематогенных и гистиогенных клеток и реже паренхематозных клеток эпителия. Альтерация, повреждение ткани является инициальной фазой воспаления и проявляется различного рода дистрофией и некрозом. Если вы помните, на первой лекции мы уже упоминали, что альтерацией является дистрофией и некрозом. В эту фазу воспаления происходит выброс биологически активных веществ – это медиаторы воспаления. Это пусковой механизм воспаления, определяющий кинетику воспалительной реакции. Медиаторы воспаления могут быть плазменного, то есть гуморального, и клеточного, или тканевого происхождения. Медиаторы плазменного происхождения – это представители каликриин-кининовой системы, например, брадикинин, каликриин, сёртывающая система и противосёртывающая система, туда же относятся. Например, это 12-й фактор сёртывания крови, фактор Хагемена, плазмин и так далее. И комплементарные системы – компоненты С-35. Медиаторы этих систем повышают проницаемость микрососудов, активируют хемотаксис, полимарфно-ядерных лейкоцитов, фагоцитоз и внутрисосудистую коагуляцию. Медиаторы клеточного происхождения связаны с эффекторными клетками – лаброцитами, это токоневые бозофилы, и бозофильными лейкоцитами, которые выбрасывают гистамин, серотонин, медленно реагирующую субстанцию анафилоксин и так и другие. Тромбоцитами, продуцирующими помимо гистамина, серотонина и простагландина, также лизосомные ферменты. Полиморфно-ядерными лейкоцитами, богатыми лизосомными ферментами, котенными белками и нейтральными протеазами. Эффекторными клетками, продуцирующими медиаторы воспаления, являются и клетки иммунных реакций – макрофаги, выбрасывающие свои монокины, то есть интерлейкин-1, и лимфоциты, продуцирующие лимфокины, интерлейкин-2. С медиаторами клеточного происхождения связано не только повышение проницаемости микрососудов и фагоцитоз. Они обладают бактериоцидным действием, вызывают вторичную альтерацию гистолиз, включают иммунные механизмы воспалительную реакцию, регулируют пролиферацию и дифференцировку клеток на поле воспаления, направленные на репарацию, возмещение или замещение очага повреждения соединительной ткани. Дирижером клеточных взаимодействий на поле воспаления является макрофаг. Медиаторы плазменного и клеточного происхождения взаимосвязаны, и они работают по принципу аутокаталитической реакции с обратной связью и взаимной поддержкой. И действия медиаторов опосредованы рецепторами на поверхности эффекторных клеток. Эксудация Фаза, быстро следующая за альтерацией и выбросом медиаторов. Она складывается из ряда стадий. Реакция микроциркуляторного русла с нарушением реологических свойств крови, повышение сосудистой проницаемости на уровне микроциркуляторного русла, эксудация основных частей плазмы крови, эмиграция клеток крови, фагоцитоз, образование эксудата и воспалительного клеточного пильтрата. Реакция микроциркуляторного русла с нарушениями реологических свойств крови – одно из ярких морфологических признаков воспаления. Изменения микрососудов начинаются с рефлекторного спазма, уменьшения просвета артерио и прекапилляр, которые быстро сменяются расширением всей сосудистой сети зоны воспаления и прежде всего посткапилляровой вену. Воспалительная гиперемия обусловливает повышение температуры колор и покраснение рубор воспаленного участка. При начальном спазме ток крови в артериолах становится ускоренным, а затем замедленным. В лимфатических сосудах, как и в кровеностах, вначале происходит ускорение лимфотока, а затем его замедление. Лимфатические сосуды переполняются лимфой и лейкоцитами. В бессосудистых тканях, от роговицы, например, клапаны сердца, в начале воспаления преобладает явление альтерации, а затем происходит врастание сосудов из соседних областей и включение их в воспалительную реакцию. Изменение реологических свойств крови состоит в том, что в расширенных венулах и посткапиллярах при замедлении тока крови нарушается распределение в кровеном потоке лейкоцитов и эритроцитов. Полиморфные ядерные лейкоциты выходят из осевого тока, собираются в краевой зоне и располагаются вдоль стенки сосуда. Краевое расположение нейтрофилов сменяется их краевым стоянием, которое предшествует эмиграции за пределы сосуда. На рисунке вы видите иллюстрацию этого процесса. Изменение гемодинамики и сосудистого тонуса в очаге воспаления приводит к стазу в посткапиллярах и венулах, который сменяется тромбозом. Те же изменения возникают и в лимфатических сосудах. Таким образом, при продолжающемся притоке крови в очаге воспаления отток, а также лимфы, нарушается. Блокада отводящих кровеносных и лимфатических сосудов позволяет очагу воспаления выполнять роль барьера, приупреждающего генерализацию процесса. Повышение сосудистой проницаемости на уровне микроциклеторного русла является одним из существенных признаков воспаления. С повышенной сосудистой проницаемостью связана эксудация в ткани и полости жидких частей плазмы, эмиграция клеток крови, образования эксудата, то есть воспалительного выпада, и воспалительного клеточного инфильтрата. Эксудация составных частей плазмы крови рассматривается как проявление сосудистой реакции, развивающейся в пределах микроциркуляторного русла. Она выражается в выходе за пределы сосуда жидких составных частей крови, воды, белков, электролитов. Эмиграция клеток крови осуществляется с помощью хемотоксических медиаторов. Как уже было сказано, эмиграция предшествует краевое состояние нейтрофилов. Они прилипают к стенке сосуда, затем образуют псевдоподии, которые проникают между эндотелиальными клетками, межэндотелиальная эмиграция. Базальную мембрану нейтрофилы преодолевают, вероятнее всего, на основе феномена тексотропии. Тексотропия – это изометрическое обратимое уменьшение вязкости коллоида, то есть переходы гелия мембраны в золь при прикосновении клетки к мембране. В околососудистой ткани нейтрофилы продолжают свои движения с помощью псевдоподий. Процесс эмиграции лейкоцитов носит название лейкодиапедеза, а эритроцитов – эритродиапедеза. Фагоцитоз – это поглощение и переваривание клетками, фагоцитами, различных тел, как живой, так и неживой природы, то есть инородные тела. Фагоцитами могут быть разнообразные клетки, но при воспалении наибольшее значение приобретают нейтрофилы и макрофаги. Фагоцитоз обеспечивается рядом биохимических реакций. При фагоцитозе уменьшается содержание гликогена в цитоплазме фагоцита, что связано с усиленным анаэробным гликогенолизом, необходимым для выработки энергии для фагоцитоза. Вещества, блокирующие гликогенолиз, подавляют фагоцитоз. Обратите внимание на рисунок. Фагоцитирующий объект, бактерия, окружённый инвагинированной цитомембраной, это нейтрофильный лейкоцит, образует фагоцому. При слиянии её с лизосомой возникает фаголизосома, вторичная лизосома. Вы лизосому видите в жёлтом цвете, в которой помощью гидроэлитических ферментов осуществляется внутриклеточное переваривание, то есть завершённый фагоцитоз. В завершённом фагоцитозе большую роль играют, конечно, антибактериальные катионовые белки, лизосом, нитрофилы. Они убивают микробы, которые затем перевариваются. В тех случаях, когда микроорганизмы не перевариваются фагоцитами, чаще макрофагами, и размножаются в их цитоплазме, говорят о незавершённом фагоцитозе или эндоцитобиозе. Его объясняют многими причинами, в частности тем, что лизосомы макрофагов могут содержать недостаточное количество антибактериальных катионовых белков или вообще лишены их. Таким образом, фагоцитоз не всегда является защитной реакцией организма и иногда создаёт предпосылку для диссеминации микробов и для хронизации процесса. Образование эксудата и воспалительного клеточного инфильтрата завершает описанные выше процессы эксудации. Выпад жидких частей крови, эмиграция лейкоцитов, диапидеза ретроцитов ведут к появлению в поражённых тканях или полостях тела воспалительной жидкости эксудата, то есть патологического выпада. Накопление эксудата в ткани ведёт к увеличению и объёма тумор, завлению нервных окончаний и появлению боли, долор, возникновение которой при воспалении связывает и с воздействием медиаторов, то есть брадикенина, и к нарушению функции ткани и органа, функция леса. Обычный эксудат содержит более 2% белков. В зависимости от степени проницаемости стенки сосуда в ткани могут проникать разные белки. При небольшом повышении проницаемости сосудистого барьера через неё проникают в основном альбумины и глобулины, а при высокой степени проницаемости наряду с ними выходят и крупномолекулярные белки, в частности фибриноген. В одних случаях в эксудате преобладают нейтрофилы, в других лимфоциты, моноциты, гистеоциты, в третьих эритроциты. При скоплении в тканях клеток эксудата, а не жидкой её части, говорят о воспалительном клеточном инфильтрате, в котором могут преобладать как гематогенные, так и гистеогенные элементы. Выделяют два вида патологической жидкости – транссудат и эксудат. Трансудат содержит до 2% белков. Вы здесь видите отёки, асцит. Любой отёк, любой природы является транссудатом. Пролиферация, размножение клеток, является завершающей фазой воспаления, направленной на восстановление повреждённой ткани. Возрастает число мезинхимальных комбиальных клеток, бейта-лимфоцитов, моноцитов. При размножении клеток в очаге воспаления наблюдаются клеточные дифференцировки и трансформации. В комбиальных мезинхимальных клетках дифференцируются фибробласты. Б-лимфоциты дают начало образованию плазматических клеток. Т-лимфоциты не трансформируются в другие формы. Моноциты дают начало гистеоцитам и макрофагам. Макрофаги могут быть источником образования эпителеоидных и гигантских клеток. А гигантские клетки, в свою очередь, могут быть клетками инородных тел и пирогово-лангханса. На различных этапах пролиферации фибробластов образуются продукты их деятельности – белоколлагена и гликозамингликаны. Появляются альгирофильные и коллагеновые волокна, межклеточные вещества соединительной ткани. В процессе пролиферации при воспалении участвует и эпителий, что особенно выражено в коже и слизистых оболочках – желудки, кишечники и т.д. При этом пролиферирующий эпителий может образовывать полипозное разрастание. Пролиферация клеток на поле воспаления служит репарацией. При этом дифференцировки пролиферирующих эпителиальных структур возможны лишь при созревании и дифференцировке соединительной ткани. Исход воспаления различен в зависимости от его теологии, характера течения, состояния организма и структуры органов, которым оно развивается. Продукты тканевого распада подвергаются ферментативному расшеплению и фагоцитарной резорбцией происходит рассасывание продуктов распада. Благодаря клеточной пролиферации очаг воспаления постепенно замещается клетками соединительной ткани. Если очаг воспаления был небольшим, может наступать полное восстановление предшествующей ткани. При значительном дефекте ткани на месте очага образуется рубец. Классификация воспаления. Учитывается характер течения процесса и морфологические формы в зависимости от преобладания экстративной или пролиферативной фазы воспаления. По характеру течения выделяют острое, подострое и хроническое воспаление. По преобладанию экстративной или пролиферативной фазы воспалительной реакции, экстративной и пролиферативной или продуктивной воспаления. До недавнего времени среди морфологических форм воспаления выделяли альтеративное воспаление, при котором преобладает альтерация, то есть некротические воспаления. А эксудация и пролиферация при этом представлены крайне слабо или вообще не выражены. В настоящее время существование этой формы воспаления отрицается большинством патологов на том основании, что при так называемом альтернативном воспалении по существу отсутствует сосудистая мезонимальная реакция, то есть эксудация и пролиферация, которая и составляет сущность воспалительной реакции. Таким образом, речь в данном случае идет не о воспалении, а о некрозе. Морфологические формы воспаления. Эксудативное воспаление характеризуется преобладанием эксудации и образованием в тканях и полостях тела эксудата. В зависимости от характера эксудата и преобладающей локализацией воспаления выделяют следующие виды эксудативного воспаления. Сирозное, фибринозное, гнойное, гангренозное, геморрагическое, катаральное и смешанное эксудативное воспаление. Сирозное воспаление характеризуется образованием эксудата, содержащего от 2 до 8% белка и небольшое количество клеточных элементов. Течение сирозного воспаления, как правило, острое. Возникает чаще в сирозных полостях, сиристых и мозговых оболочках, реже во внутренних органах кожи. В сирозных оболочках или полостях накапливается сирозный эксудат, мутноватая жидкость, бедная клеточными элементами, среди которых преобладают слушанные эпители, мезотели и единичные нейтрофилы. Оболочки становятся полнокровными. Та же картина возникает и при сирозном менингете. При воспалении слизистых оболочек, которые также становятся полнокровными, к коксидату примешивается слизь и слушанный эпителий. Возникает сирозный катарсистые оболочки, о котором мы расскажем в дальнейшем. В печени жидкость накапливается в синусоидальных пространствах, как видите на микропрепарате. В миокарде между мышечными волокнами. Сирозное воспаление кожи, например, при ожогах, выражается образованием волдырей, возникающих в толще эпидермиса за полный мутноватым выпадом. Иногда эксудат накапливается под эпидермисом и отслаивает его от подлежащей ткани с образованием крупных пузырей. Причиной сирозного воспаления являются различные инфекционные агенты, как микобактерии туберкулеза, диплококк, фринкеля, минингококк, шигелла, вирусы, воздействие термических и химических факторов, аутоинтоксикация, например, при терротоксикозе уремии. Исход сирозного воспаления обычно благоприятный. Даже значительное количество эксудата может рассасываться и во внутренних органах, на печени, сердце, почке. В исходе сирозного воспаления при хроническом его течении иногда развивается склероз. И значение определяется степенью функционального нарушения. В полости сердечной сорочки выпад затрудняют работу сердца. В плевральной полости приводят к коллапсу с давлением легкого. Фибринозное воспаление Фибринозное воспаление характеризуется образованием эксудата, богатого фибриногена, который в пораженном некротизированной ткани превращается в фибрин. Этому процессу способствует высвобождение в зоне некроза большого количества тромбопластина. Локализуется фибринозное воспаление в слизистых и сурозных оболочках, реже в толще органа. На поверхности слизистых или сирозной оболочки появляется белесовато-серая пленка, пленчатое воспаление. В зависимости от глубины некроза ткани, вида эпителесистой оболочки, пленка может быть связана с подлежащими тканями очень рыхло и поэтому легко отделяется, либо прочная и поэтому отделяется с трудом. В первом случае говорят о крупозном, а во втором о дифтеретическом варианте фибринозного воспаления. Крупозное воспаление, слово круп от шотландского означает пленка, возникает на поверхности слизистых или сирозных оболочков. Пленка рыхло связана с подлежащей тканью, делает слизистую или сирозную оболочку тусклой. Иногда кажется, что оболочка как бы посыпана опилкой. Слизистая оболочка утолщается, набухает. Если пленка отделяется, возникает поверхностный дефект. Сирозная оболочка становится шероховатой, как бы покрытой волосыним покровом, нитями фибрина. При фибринозном перегородите, в таких случаях, говорит о волосатом сердце. Среди внутренних органов крупозное воспаление развивается в легком, крупозная пневмония. Дефтеретическое воспаление, это от греческого дифтера, тоже кожистая пленка, развивается тоже на слизистых и сирозных оболочках. Оно развивается в виде фибринозной пленки, которая плотно спаяна с поддержавшей тканью. При отторжении возникает глубокий дефект. Клиническое значение фибринозного воспаления, например, в зеве и трахее, оказывается неравнозначным даже при одной и той же причине его возникновения. Причины фибринозного воспаления разные. Оно может вызываться диплококками Френкеля, стриптококками и стафилококками, возбудителями дифтерии и дизентерии, микобактерии туберкулеза, вирусами и грибами. Кроме инфекционных агентов, фибринозное воспаление может быть вызвано токсическими веществами, ядами, эндогенного, например, при уремии, или экзогенного при отравлении сулемой происхождения. Варианты фибринозного воспаления, крупозно-ледифтерическое, зависят от многих причин. В первую очередь, это от вида эпителия, выстилающая слизистую оболочку. На осистых оболочках, покрытых плоским эпителиям, это полость цвета, зева, миндалины, надгортанник, пищевод, истинные голосовые связки. Плёнки обычно плотно связаны с эпителием, хотя некроз и выпадение фибрина ограничиваются иногда только эпителиальным покроем. Это объясняется тем, что клетки плоского эпителия тесно связаны между собой и поддерживающие соединительную ткань, и поэтому крепко держат плёнку. В систых оболочках, покрытых призматическим эпителием, верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и другие, связь эпителия с подлежащей тканью рыхлая, поэтому образующаяся плёнка легко отделяется вместе с эпителием даже при глубоком выпадении фибрина. Второе – от глубины некроза. Даже на однослойном эпителии, если некроз глубокий, появляется дифтеритическое воспаление. И третья – структурная специфика ткани, например, толстый кишечник. Несмотря на то, что крипты покрыты однослойным кубическим эпителиям, появляющаяся плёнка будет дифтеритическая. Течение фибринозного воспаления, как правило, острое. Иногда, например, при туберкулезе серьёзных оболочек оно имеет хронический характер. И исход фибринозного воспаления в систых и серьёзных оболочек не одинаково. На систых оболочках после отторжения плёнок остаётся разной глубины дефекты. Язвы при крупозном воспалении поверхностные, при дифтеритическом глубокие и оставляют после себя рубцевые изменения. На сирозных оболочках возможно рассасывание фибринозного эксцидата. Однако, нередко масса фибрина подвергается организации, что приводит к образованию спаек между сирозными листками плевры, брюшиной, сердечной сорочки. В исходе фибринозного воспаления может произойти и полное зарощение сирозной полости, соединительной тканью, её облитерации. Значение фибринозного воспаления очень велико, так как оно составляет морфологическую основу многих болезней – дифтерия, дизентерия. Наблюдается при интоксикациях, например, уремии. При образовании плёнок в гортане, трахеи возникает опасность асфиксии. При отторжении плёнок в кишечнике возможно кровотечение из образующихся язв. После перенесённого фибринозного воспаления могут оставаться длительные, незаживающие и рубцующиеся язвы. Гнойные воспаления. Для него характерное преобладание в эксудате нейтрофилов. Распадающиеся нейтрофилы, которых называют гнойным отельцами, вместе с жидкой частью эксудата образуют гной. В ней встречаются также лимфоциты, макрофагия, погибшие клетки ткани, микробы. Гной представляет собой мутную густую жидкость, имеющую жёлто-зелёный цвет. Характерной особенностью гнойного воспаления является гистолиз, обусловленный воздействием на ткани протеолитических ферментов нейтрофилов. Гнойное воспаление встречается в любом органе любой ткани. Гнойное воспаление, в зависимости от распространённости его, может быть представлено абсцессом или флегмоной. Абсцесс – гнойник. Очаговое гнойное воспаление, характеризующееся образованием полости, заполненной гнойами. Гнойник со временем отграничивается валом грануляционной ткани, богатой капиллярами, через стенки которых происходит усиленная миграция лейкоцитов. Образуется как бы оболочка абсцесса. Снаружи она состоит из соединительно-тканных волокон, которые прилежат к неизменённой ткани, а внутри из грануляционной ткани – гноя, непрерывно обновляющегося благодаря выделению грануляционной ткани гнойных телец. Оболочку абсцесса, продуцирующей гной, называют пиогенной мембраной. Флегмона – разъятое гнойное воспаление, при котором гнойный эксудат распространяется диффузно между тканевыми элементами, пропитывая, расслаивая и лизируя ткани. Чаще всего флегмона наблюдается там, где гнойный эксудат может легко пробить себе дорогу, то есть по межмышечным прослойкам, по ходу сухожилий, фасций, подкожной клетчатки, вдоль сосудистонервных стволов и т.д. Различают мягкую и твёрдую флегмону. Мягкая флегмона характеризуется отсутствием в видимых очагах некроза ткани. Твёрдая флегмона – наличием таких очагов, которые не подвергаются гнойному расплавлению, в связи с чего ткань становится очень плотной, мёртвая ткань отторгается. Флегмона жировой клетчатки – целлюлит – отличается безграничным распространением, может происходить скопление гноя в полостях тел и в некоторых полых органах, что называют эмпиемой, как эмпиемы плевры, желчного пузыря, червообразного отростка и т.д. Причиной гнойного воспаления чаще являются гнояродные микробы – это сафилококки, стрептококки, гонококки, минигококки. Реже – диплококки фринкеля, брюшндифозные палочки, мекобактерии, туберкулезы, грибы и другие. Возможно, асептическое гнойное воспаление при попадании в ткань некоторых химических веществ. Течение гнойного воспаления может быть острым и хроническим. Острое гнойное воспаление, представленное абсцессом или флегмоном, имеет тенденцию к распространению. Гнойники, расплавляя капсулу органа, могут прорываться в соседние органы – полости. Между гнойником и полостью, куда прорывается гной, возникают свящевые ходы. Гнойное воспаление при его распространении переходит на соседние органы ткани. Например, при абсцессе лёгкого возникает плеврит, при абсцессе печени – перитонит. При абсцессе флегмоногнойный процесс может получить лимфогенное или гематогенное распространение, что ведёт к развитию септикопиемии. Хроническое гнойное воспаление развивается в тех случаях, когда гнойник инкапсулируется. В окружающих тканях при этом развивается склероз. Есть и гной в тканях, в таких случаях находят выход, появляются хронические свящевые ходы или фистулы, которые вскрываются через кожные покровы наружу. Если свящевые ходы не открываются, а процесс продолжает распространяться, гнойники могут возникнуть на значительном отдалении от первичного очага гнойного воспаления. Такие отдалённые гнойники носят название, например, натёчного абсцесса или натёчники. При длительном течении гнойного воспаления гнойная свая распространится по рыхлой клетчатке и образуются обширные затёки гноя, вызывающие резкую интоксикацию и приводящие к истощению организма. При ранениях, осложившихся на гнойении раны, развивается раневое истощение. В неблагоприятных условиях может наступить генерализация инфекции, развивается сепсис. Если процесс отграничивается, абсцесс скрывается спонтанно или хирургическим путём, что приводит к освобождению от гноя. Полость абсцесса заполняется грануляционной тканью, которая созревает, и на месте гнойника остаётся рубец. Возможен другой исход. Гной в абсцессе сгущается, превращается в некротический детрит, подвергающийся петрикации, и длительно протекающее гнойное воспаление часто ведёт к амиллайдозу. И значение гнойного воспаления определяется прежде всего его способностью разрушить ткань гистолиз, что делает возможным распространение гнойного процесса контактным, лимфогенным, гематогенным путём. Гнойное воспаление лежит в основе многих заболеваний, а также их осложнений. Гнойное воспаление. Для него характерное преобладание в эксудате нейтрофилов. Распадающиеся нейтрофилы, которых называют гнойным и тельцами, вместе с жидкой частью эксудата образуют гной. В ней встречаются также лимфоциты, макрофагия, погибшие клетки ткани, микробы. Гной представляет собой мутную густую жидкость, имеющую жёлто-зелёный цвет. Характерной особенностью гнойного воспаления является гистолиз, обусловленный воздействием на ткани протеолитических ферментов нейтрофилов. Гнойное воспаление встречается в любом органе любой ткани. Гнойное воспаление в зависимости от распространённости его может быть представлено абсцессом или флегмоной. Абсцесс – гнойник. Очаговое гнойное воспаление, характеризующееся образованием полости, заполненной гной. Гнойник со временем отграничивается валом грануляционной ткани, богатой капиллярами, через стенки которых происходит усиленная миграция лейкоцитов. Образуется как бы оболочка абсцесса. Снаружи она состоит из соединительно-тканных волокон, которые прилежат к неизменённой ткани, а внутри из грануляционной ткани – гной, непрерывно обновляющегося благодаря выделению грануляционной ткани гнойных телец. Оболочку абсцесса, продуцирующей гной, называют пиогенной мембраной. Флегмона – разитое гнойное воспаление, при котором гнойный эксудат распространяется диффузно между тканевыми элементами, пропитывая, расслаивая и лизируя ткани. Чаще всего флегмона наблюдается там, где гнойный эксудат может легко пробить себе дорогу, то есть по межмышечным прослойкам, по ходу сухожилий, фасций, подкожной клетчатки, вдоль сосудистонервных стволов и т.д. Различают мягкую и твёрдую флегмону. Мягкая флегмона характеризуется отсутствием видимых очагах некроза ткани. Твёрдая флегмона – наличием таких очагов, которые не подвергаются гнойному расплавлению, в связи с чего ткань становится очень плотной, мёртвая ткань отторгается. Флегмона жировой клетчатки – целлюлит – отличается безграничным распространением, может происходить скопление гноя в полостях тел и в некоторых полых органах, что называют эмпиемой, как эмпиемы плевры, желчного пузыря, червообразного отростка и т.д. Причиной гнойного воспаления чаще являются гнойеродные микробы – это сафилококки, стриптококки, гонококки, минигококки. Реже – диплококки фринкеля, брюшндифозные палочки, микобактерии, туберкулезы, грибы и другие. Возможно, асептическое гнойное воспаление при попадании в ткань некоторых химических веществ. Течение гнойного воспаления может быть острым и хроническим. Острое гнойное воспаление, представленное абсцессом или флегмоной, имеет тенденцию к распространению. Гнойники, расплавляя капсулу органа, могут прорываться в соседние органы – полости. Между гнойником и полостью, куда прорывается гной, возникают свящевые ходы. Гнойное воспаление при его распространении переходит на соседние органы ткани. Например, при абсцессе легкого возникает плеврит, при абсцессе печени – перитонит. При абсцессе флегмоногнойный процесс может получить лимфогенное или гематогенное распространение, что ведет к развитию септикопиемии. Хроническое гнойное воспаление развивается в тех случаях, когда гнойник инкапсулируется. В окружающих тканях при этом развивается склероз. Есть и гной в тканях, в таких случаях находят выход. Появляются хронические свящевые ходы или фистулы, которые вскрываются через кожные покровы наружу. Если свящевые ходы не открываются, а процесс продолжает распространяться, гнойники могут возникнуть на значительном отдалении от первичного очага гнойного воспаления. Такие отдаленные гнойники носят название, например, натёчного абсцесса или натёчники. При длительном течении гнойного воспаления гнойная свая распространится по рыхлой клетчатке и образуются обширные затёки гноя, вызывающие резкую интоксикацию и приводящие к истощению организма. При ранениях, осложнившихся на гнойении раны, развивается раневое истощение. В неприятных условиях может наступить кинализация инфекции, развивается сепсис. Если процесс отграничивается, абсцесс скрывается спонтанно или хирургическим путём, что приводит к освобождению от гноя. Полость абсцесса заполняется грануляционной тканью, которая созревает, и на месте гнойника остаётся рубец. Возможен другой исход. Гной в офцессе сгущается, превращается в некротический детрит, подвергающийся петрикации, и длительно протекающее гнойное воспаление часто ведёт к амиллайдозу. И значение гнойного воспаления определяется прежде всего его способностью разрушить ткань гистолиз, что делает возможным распространение гнойного процесса контактным, лимфогенным, гематогенным путём. Гнойное воспаление лежит в основе многих заболеваний, а также их осложнений. Гнилостное воспаление, гангренозное и хорозное воспаление развивается обычно вследствие попадания в очаг воспаления гнилостных бактерий, вызывающих разложение тканей с образованием турнопахнущих газов. Геморрагическое воспаление возникает в тех случаях, когда экссудат содержит много эритроцитов. В развитии этого вида воспаления велика роль не только резко повышенной проницаемости микрососудов, но и отрицательного хемотаксиса в отношении нейтрофилов. Возникает геморрагическое воспаление при тяжёлых инфекционных заболеваниях, таких как сибирская язва, чума, грипп и другие. Иногда эритроцитов так много, что экссудат напоминает кровоизлияние, например, при сибироязвенном минигоэнцефалите. Часто геморрагическое воспаление присоединяется другим видом экссудативного воспаления. Исход геморрагического воспаления зависит от вызывающей его причины. Смешанное воспаление в тех случаях, когда к одному виду экссудата присоединяется к другому. Наблюдается смешанное воспаление. Тогда говорят о серьёзно-гнойном, серьёзно-фибринозном, гнойно-геморрагическом или фибринозно-геморрагическом воспалении. Чаще смена вида экссудативного воспаления наблюдается при присоединении новой инфекции, изменении реактивности организма. Катаральное воспаление или катар. От греческого катарую стекаю. Разевается на слизистых оболочках и характеризуется обильным выделением экссудата на их поверхности. Экссудат может быть серозным, слизистым, гнойным, геморрагическим. Причём к нему всегда примешиваются сушеные клетки покровного эпителия. Как правило, катаральное воспаление может быть острым и хроническим и острый катар характерен для ряда инфекций. Например, острый катар верхних дыхательных путей при остром респираторном инфекции. При этом характерна смена одного вида катара другим, например, серозного катара слизистым, а слизистого гнойным или гнойно-геморрагическим. Хронический катар встречается как при инфекционных заболеваниях, например, хронический гнойный катаральный бронхит, так и в неинфекционных заболеваниях, например, хронический катаральный кострит. Хронический катар сопровождается атрофией или гипертрофией слизистой оболочки. Причина катарального воспаления различна. Чаще всего катары имеют инфекционную или инфекционно-аллергическую природу. Они могут развиваться при аутентоксикациях в связи с воздействием термических или химических агентов. Значение катарального воспаления определяется его локализацией, интенсивностью, характером течения. Наибольшее значение приобретает катаро-систых оболочек дыхательных путей, нелетко принимающий хронический характер, имеющий тяжелые последствия, например, как инфизомы легких, пневмосклероз. И не меньшее значение имеет и хронический катар желудка, который способствует развитию опухоли. Снизу вы видите макропрепараты и микропрепарат катаров. Слева направо – это конъюнктивит, танзелит, гингивит и микропрепарат бронхита. Пролиферативное продуктивное воспаление. Характеризуется преобладанием пролиферации клеточных и текневых элементов. Альтернативное и экстративное изменения отступают на второй план. В результате пролиферации клеток образуются очаговые или диффузные клеточные фильтраты. Они могут быть полиморфно-клеточными, лимфоцитарно-муноцитарными, макрофагальными, плазмоклеточными и эптилеидно-клеточными, и гигантоклеточными и другие. Продуктивное воспаление встречается в любом органе любой ткани выделяют следующие виды пролиферативного воспаления. Межуточное и интерсциальное, кролематозное, воспаление с образованием полипов ясцаканчен-кандилон и инкапсуляция. Межуточное и интерсциальное воспаление характеризуется образованием клеточного инфильтрата в строме миокарда, печени, почек, легких. Инфильтрат может быть представлен кистиоцитами, моноцитами, лимфоцитами, плазматическими клетками, лаброцитами, единичными нейтрофилами и эзнофилами. Прогрессирование межуточного воспаления приводит к развитию зрелой волокнистой соединительной ткани. Развивается склероз. Если в клеточном инфильтрате много плазматических клеток, то они могут превращаться в гомогенные шаровидные образования, которые называются тельца фурусиля. Это фоксинофильные тельца. Внешние органы при межуточном воспалении изменяются мало. На препарате справа вы видите интерсциальную пневмонию, которая называется пневмонитом. Гранулематозное воспаление. Характеризуется образованием гранулем, узлов, возникающих в результате пролиферации и трансформации способных к фагоцитозу клеток. Морфогенез гранулемы складывается из четырех стадий. Это накопление в очаге повреждения ткани юных моноцитарных фагоцитов, созревание этих клеток макрофаги и образование макрофагальной гранулемы, созревание трансформации моноцитарных фагоцитов и макрофагов в эптилеоидные клетки и образование эптилеоидной клеточной гранулемы, слияние эптилеоидных клеток или макрофагов и образование гигантских клеток, клеток инородных тел или клеток пирогового лангханса, и эптилеоидно-клеточной и гигантоклеточной гранулемы. Гигантские клетки характеризуются значительным полиморфизмом от 2-3 ядерных до гигантских симпластов, содержащих 100 ядер и более. В гигантских клетках инородных тел ядра располагаются в цитоплазме равномерно, в клетках Пирогова-Лангханса преимущественно по периферии. Таким образом, руководствуясь морфологическим признаком, следует различать три вида гранулема. Макрофагальная гранулема – это простая или фагоцитома, эпитилеидно-клеточная гранулема и гигантоклеточная гранулема. В зависимости от уровня метаболизма различают гранулема с низким и высоким уровнем обмена. Гранулемы с низким уровнем обмена возникают при воздействии инертных веществ, это инертные инородные тела, и состоят в основном из гигантских клеток инородных тел. Гранулемы с высоким уровнем обмена проявляются при действии токсических раздражителей, это мегабактерии туберкулеза, леприи и т.д. И представлены эпитилеидно-клеточными узелками. Этиология гранулематоза разнообразна. Различают инфекционные, неинфекционные и неустановленные природы гранулемы. Инфекционные гранулемы находят при цепном, брюшном, тифах, ревматизме, бешенстве, вирусных энцефалитах, тулерамии, бруцеллезе и т.д. Неинфекционные гранулемы встречаются при пылевых болезнях, т.е. профессиональных, т.е. силикоз, талькоз, асбистоз, бисиноз, медокаментозных воздействиях, например, гранулематозный гепатит. Они появляются также вокруг инородных тел. К гранулемы условно неустановленной природы относят гранулемы при саркоидозе, болезнях Крона и Хортона. Руководство с этиологией в настоящее время выделяет группу гранулематозных болезней. Являются следующие. Специфические заболевания, их 5, туберкулез, сифилис, лепра, склерома и сапп. Ревматические заболевания, их 8, мы проходим вам. Ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, узелковый периартрит и т.д. И некоторые острые инфекционные заболевания, это брюшной тиф, сапной тиф, бруцеллез, таксоплазмот и т.д. Патогенез гранулематоза неоднозначен. Известно, что для развития гранулемы необходимо два условия. Наличие веществ, способных стимулировать систему моноцитарных фагоцитов, созревание и трансформацию макрофагов. И стойкость раздражителя по отношению к фагоцитам. В строении гранулемы в центре очаг некроза и вокруг некроза скапливаются макрофаги, кистиоциты, эпселеоидные клетки и гигантские клетки. И среди этих клеток только гигантские клетки являются многоядерными. Так как образование гранулема является реакцией гиперчувствительности замедленного типа, в составе гранулема будут присутствовать т-лимфоциты. Диаметр гранулем, как правило, не превышает 1-2 мм. Чаще одной обнаруживается лишь под микроскопом. И исходом гранулема является склероз. Пролиферативное воспаление с образованием полипов и остроконечных кандилонов. Такое воспаление наблюдается на слизистых оболочках, а также в зонах, граничащих с плоским эпителем. Для него характерно разрастание железистого эпителия вместе с клетками, подлежащие соединительной ткани, что приводит к образованию множества мелких сосочков или более крупных образований, называемых полипами, точнее псевдополипами. Такие полипозные разрастания наблюдаются при длительном воспалении слизистой оболочки носа, желудка, прямой кишки, матки, влагалища и другие. На слайде вы видите полипозное разрастание гайморовых и фронтальных пазух, а также микропрепарат псевдополипа. В участках плоского эпителия, который расположен вблизи призматического, например, это кожа промежности вокруг анального отверстия и половых органов, отделяемые слизистых оболочек, постоянно раздражая плоские эпителии, ведет к разрастанию как эпителия, так и стромы. В результате этого возникают сосочковые образования, остроконечные кандиломы. Они наблюдаются при многих венерических заболеваниях, сифлисе, гонореи и других заболеваниях, сопровождающихся хроническим воспалением. Здесь приведены примеры инкоксуляции. Наверху видите эхнококкоз, однокамерный эхнококкоз, многокамерный эхнококкоз, микропрепарат. Появляется капсула вокруг паразитов мертвых и вокруг инородных тел. Правый угол, верхний – это трехинлез, опять-таки вы видите это в печени, вы видите инкоксуляцию. Внизу вы видите осколок кости при остеомелите, тоже инкоксуляция, актономикоз. И вы видите осколок отмины, вокруг тоже инкоксуляция. Причины продуктивного воспаления различны. Оно может быть обусловлено биологическими, микробы, животные паразиты, физическими, это радиация, и химическими, например, медикаменты, факторами. Возникать как проявление иммунпатологических процессов, иммунное воспаление. И течение продуктивного воспаления может быть острым, но в большинстве случаев хроническим. Значение продуктивного воспаления очень велика. Оно наблюдается при многих болезнях и при длительном течении может приводить к склерозу и циррозу органов, а значит, к их функциональной недостаточности. Специфическое воспаление включает туберкулез, сифилис, лепра, склерома, сап. Общие признаки специфического воспаления следующие. Каждому заболеванию свойственен специфический возбудитель. Например, туберкулез вызывается только палочкой Коха. Сифилис вызывается только трепанамой палиду. Второе. Образуется очаг некроза. Третье. Это гранулематозное заболевание. И здесь образовываются характеры для каждого заболевания специфической гранулема. Следующее. Происходят периодические иммунные изменения. И последнее. Имеет хроническое волнообразное течение. Туберкулезная гранулема. Иначе называется туберкулеза. В центре этой гранулемы некроз. Это козиозный некроз, характерный только для туберкулеза. И вокруг мы видим клетки, такие продолговатые клетки. Это эпителеоидные клетки. Они в большинстве здесь. Т-лимфоциты. Мы уже говорили, что это ГЗТ. Поэтому Т-лимфоциты тоже присутствуют. И выйдут гигантские клетки многоядерной фирогово-лангханса. Где ядра находятся по периферии цитоплазматической мембраны. Другая особенность туберкулеза состоит в том, что она содержит детскулиновые волокна и имеет микроскопическое строение. Мы её видим только под микроскопом. Возбудителем сифилиса является бледная трепонема. Трепонема палиду. Сифилис может быть врождённый и приобретённый. Врождённый сифилис подразделяется на сифилис неразвитого плода, ранний и поздний сифилис. А приобретённый сифилис может быть первичный, вторичный и третичный. Первичный сифилис. Образуется первичный сифилисический комплекс, который состоит из твёрдого шанкра, лимфанкита и лимфоденита. Этот комплекс образовывается после трёх недель инкубационного периода. Длится 2-3 месяца и заживляется. Начинается вторичный период. Вторичный период – это стадия экстративных реакций и характеризуется образованием сыпи, сифилидов. Появляется через 2-3 месяца после заражения и затем тоже затихает. Третичный период, гумозной стадии. Стадия пролиферативно-некротическая. Этот период начинается через 3-6 лет после заражения, протекает длительно. Появляется специфическая сифилитическая гранулема и начинается висцеральный сифилис. Сифилитическая гранулема называется гумма или сифилома. Гумма от слова гумма-арабика – это клейкий. Строение. В центре находится некроз, это влажный некроз, клейкий, клейкообразный. Вокруг собираются клетки воспаления. Это лимфоциты, пазоматические клетки, фибробласты, макрофаги, гистиоциты, эпсилеоидные клетки. Характерная особенность гумма – то, что она большая, то есть мы можем ее видеть невооруженным глазом. Содержит васкулиты и коллагеновые волокна. Один из тяжелых проявлений висцерального сифилиса является нейросифилис. Имеются следующие формы. Гумозная форма, обычная форма, нейроваскулярная форма, прогрессивный паралич и спинальный паралич таббисдурзалис. Врожденный сифилис в зависимости от периода инфицирования выделяют следующие группы. Сифилис незрелого плода – это наблюдается, когда ребенок, то есть плод, заражается в начальных периодах антутробной жизни и погибает. Происходит мертворождение. Ранневрожденный сифилис – плод инфицируется после пятого месяца в антутробной жизни. И поздневрожденный сифилис – ребенок не заражается в утробе, он заражается во время родов и после рода. И все проявления выявляются спустя несколько лет. Клинические проявления поздневрожденного сифилиса выделяют триаду Гетченсона, саблевидные голени и абсцессы Дюбуа в тимуфе. Триаду Гетченсона включает сифилитический паренхематозный неврит. Нарушение центральной нервной системы – это патология психического развития и зрение, глухота, и бачкообразные зубы Гетченсона. Лепра или проказа или болезнь Ханзена. Возбудителем являются микобактерии лепры или палочка Ханзена. Гранулемы лепры называются лепрома. Сроины лепромы в центре – некроз, на периферии – макрофагия, лимфоциты, плазматические клетки и клетки Верхова. Клетки Верхова – это макрофагия с незавершенным фагоцитозом. Выделяют три формы лепры – лепроматозная, туберкулёидная, межуточная. Лепроматозная лепра характеризуется тем, что патологические изменения развиваются на коже, внутренних органах, свистых оболочках, верхних дыхательных путей, глазах. При этом появляются большие лепромы на лице, на руках, на коже. Туберкулёидная форма. Патологические изменения развиваются лишь в кожных покровах и периферических нервах. Это приводит к энергии. В состав гранулемы также входят эптилеоидные клетки и гигантские клетки. И состав гранулемы при туберкулёдной лепре очень похож на туберкулёзную гранулему. В межуточной лепре образуется неспецифическая воспалительная инфильтрация вокруг вен и нервных волокон. Это обычно в сосочковом слое дермы. Слева вы видите лепроматозную форму. Это называется львиная морда. Справа туберкулёидную форму. И ниже видите микроскопические проявления пиопсии. Вы знаете, что таких больных обычно изолируют в лепрозориях. Склерома. Возбудитель палочка Волковича-Приша или клепсиала склероматис. Повреждает верхние дыхательные пути, в частности слизистые носы и трахеи. Называется риносклеромой. Сроение гранулемы в центре некроз, по периферии, макрофаги, лимфоциты, плазматические клетки и клетки макулича. Это те же самые макрофаги с незавершенным фагоцитозом. Продолжение следует...